Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Привет Ангела, с вами Народный Батюшка, мир и благословение вам от Пресвятой Троицы. Жозеф Боррель, один из руководителей Евросоюза, высказался, что они в Европе создали сад, в котором все облагородили, в котором все хорошо, а вокруг этого сада джунгли, ну или, если это в нашу сторону смотреть, то тайга. И поэтому жители этих джунглей и тайги рвутся к ним в Европу, поскольку у них этот благородный и хороший сад. И это высказывание меня порадовало. Нет, то, что он высказал, это, конечно, жуткая, можно так сказать, фашистская точка зрения, почему люди и возмутились, и почему через несколько дней ему пришлось оправдываться. Он извинился за это высказывание, но сама теория сада и джунглей, высказанная им, меня обрадовала, потому что я эту теорию давно знаю и никак не могу найти причину, как вам её объяснить. И вдруг вот такая причина. То есть проявился тот, кто подтвердил для меня теорию полян и древлян. Полян и древлян. Вы её не знаете, если вы не читали книгу Льва Черепанова. Леснина. Лев с двумя своими друзьями когда-то приезжал ко мне и подарил эту книгу. И рассказал свою теорию человечества, как оно разделено. И он разделяет его на полян и древлян. На полян и древлян. Мне интересно было, потому что перед этим за несколько лет я был на встрече с Львом Гумилёвым и слышал очень большой обстоятельный его рассказ, лично у него в доме, о том, как он это человечество видит. Как кочуют, переселяются и так далее и тому подобное. И я был очень увлечён теорией Льва Гумилёва о переселении народов. Но Лев Черепанов открыл, а кстати интересно оба Льва, открыл для меня другую теорию, другое взгляд на человечество, который я никак не мог найти обоснование, как выложить вам. И вдруг Жозеф Боррель прямо нашёл повод мне вам об этом рассказать. Больше того, после его высказывания я ещё раз перелопатил материалы, я ещё раз посмотрел историю и ещё раз убедился, что на самом деле это, по крайней мере, очень легко объясняет то, что происходит. Почему поляне и древляне воюют, за что они воюют, поляне и древляне. И я вам скажу так, по этой теории, того же Черепанова, здесь не упомянуто, но можно отнести, например, Адама к древлянам, Акаина к полянам. Но мы не будем так далеко заходить и в Ветхий Завет вникать. Мы можем на свою историю посмотреть, как противостояние полян и древлян осуществлялось и осуществляется. И начнём с того, что Киев обосновали поляне. Поляне. Они расчистили территории и обосновали себе Киев. И поляне и развивали Киев. Киев. И самая известная для нас с вами полянка – это святая княгиня Ольга. Равноапостольная княгиня Ольга. Вы помните этот большой конфликт, который начался у неё с древлянами? Когда древляне жили на территории, ну, можно так сказать, сейчас Беловежской пущи. И на территории которой границы Беларуси до белорусов можно отнести к древлянам. Я уж так напрямую скажу. И вот древляне были подчинены полянами. Князь Игорь был муж княгини Ольги. И князь Игорь со своей дружиной собирал дань. И в том числе с древлян. И вот однажды он пошёл и собрал эту дань. В том числе по люди. То есть людей брали, как рабов себе на работу. Древлян, поляне. И начал возвращаться. Но возвращаясь, дружина ему возроптала, что маловато что-то мы взяли. И поэтому он часть дружины отправил в Киев уже с добычей. А малой дружиной решил вернуться и ещё ограбить древлян. И у древлян возник бунт. Возгласил его князь Мал. Которые не только разгромили эту малую дружину Игоря. Но и Игоря самого убили. По разному истории рассказывают, как было это убийство совершено. Кто считает, что просто в битве его убили. Кто считает, что его казнили, когда... Схватили. Даже есть страшный рассказ об этой казни. Что его привязали к двум берёзам. И разорвали вот так пополам. Такая якобы была смерть Игоря за то, что он нещадно. А когда собирали дань, то могли очень нещадно её собирать. Так вот, после убийства Игоря. Князь Мал. Мог остановить дальнейшую, значит, вражду между полянами и древлянами. И он предложил руку и сердце княгини Ольги. То есть, предложил со себя... Послал сватов. И мы с вами помним, как Ольга с этими сватами, причём не одна делегация была, а три, расправилась. Первое, что она сделала, первая месть Ольги, это то, что корабль, который... Принесли корабль на руках с этими святами её дружина и бросили в яму. И закопали. Это была первая месть княгини Ольги за своего мужа. Но древляне не оставили надежды, или князь Мал не оставил надежды. И всякими, значит, переговорами послал вторую делегацию. Вторая делегация пришла, и княгиня сказала послам, «Вы сначала помойтесь в бане, а потом чисто и приходите ко мне». Они все ушли в баню, а баню эту подожгли. И вся делегация сгорела в бане. Это была вторая делегация, которая... Сватов, которую сожгла княгиня Ольга, погубила княгиня Ольга. Но она направилась в сторону древлян со своим войском. И чтобы это войско остановить и как-то примириться, князь Мал опять послал сватов. Княгиня Ольга дошла до могилы своего мужа и приказала над могилой насыпать большой холм. Холм. А на этом холме были установлены жертвенник и начали производить тризну. Но тризна, она в христианстве переросла в поминки или в пир. Пир – это часть, одна часть тризны, я вам так скажу. Так вот, когда производили эту тризму, а сваты при ней участвовали, это языческий обряд. Обряд, можно так сказать, поминовения, погребения и всё остальное. Она как жрица языческая здесь выступала. И напоили этих сватов, и их убили. Убили этих сватов. В конечном итоге она дошла до столицы древлян. И помните четвёртую месть? Год она стояла вокруг этой столицы. И в конечном итоге древляне спросила древлян, «До чего же вы хотите досидеться?» Они ей говорят, «Мы будем сидеть, пока ты не уйдёшь, поскольку мы боимся, что ты войдёшь и всех нас вырежешь за своего мужа». Она сказала, «Нет, я уже три раза отомстила, поэтому мне не нужно никакой мести. Я хочу с вас взять дань». Они говорят, «Мы готовы, мы готовы мёда». Она говорит, «Нет у вас никакого мёда, вы уже голодные, тут давно сидите сами, друг друга скоро есть начнёте. Дайте мне просто Голубей и Воробьёв». С каждого дома по одному. Ну и вы помните, как Голубей и Воробьёв ночью привязали к ним труд, такую верёвочку, которая медленно горит, для того, чтобы ружья стреляли, эти труты привязывались, пушки, пушек тогда ещё не было. И вот Голуби ночью вернулись себе в гнёзда и сгорела столица древлян. Таким образом, когда они начали выбегать от пожара, спасаться, она приказала убивать и кого убили, кого в плен взяли. Так вот описывает. И для нас, конечно, это очень страшная история. И здесь мы видим конфликт полян и древлян в таком жутком виде. На самом деле, по понятиям язычества ничего страшного не происходило. То есть, в состав доблести языческой входила месть за ближнего своего и входило уничтожение врага до полной, как говорится, победы, как доблесть князя, доблести, его дружины и всё остальное. Поэтому ни те, ни другие не должны были обижаться, древляне не должны были обижаться, поскольку это ещё и рассчитывалось как языческая воля богов. Языческая воля богов. С этого момента княгиня Ольга начала осваивать древлянские земли и дошла до Новгорода. Ну и больше того, так по летописям говорится, что она устанавливала свою власть и на других землях русских, а на другие это на восток. Ну вот здесь была Мере, Мурома, ну и так далее. И устанавливала она эту власть погостами. То есть она учреждала погост. Это место, куда князь с дружиной приезжал на зиму и все подчинённые земли должны его были обеспечивать едой, питанием, то есть содержанием. Целую зиму. И вот этих погостов до Новгорода и по всей Руси Ольгиных было много установлено. Было много. Князей-то тоже много было. Здесь княгиня Ольга как бы верховодна, а так вообще полянских князей ещё было много и они действительно разъезжались и таким образом устанавливали. Эти погосты ещё не были христианскими, потому что христианкой Ольга стала через 12 лет после того, как она победила древлян и начала осваивать эти земли. Как она стала христианской, мы с вами знаем, хотя точного понимания всё-таки почему она крестилась ни у кого нет. Есть в житии установленная как каноническая версия, но это то, что церковь решила восстановить как версию и канонизировала. На самом деле так или не так в общем-то сказать нельзя, но можно точно сказать, что её сын, который основной дружину руководил, так и не стал христианином Святослав и в основном все в окружении кроме неё так христианами не стали. Только её внук святой князь Владимир станет крестителем Руси ну и так далее и тому подобное. Больше того Аскальды Дира Святослав убивает, которые были близки к Ольге и в общем я-то к чему? что вот с тех времён вот эта вражда древлян и полян существует и существует как форма поведения. Вот у Черепанова на самом деле не конкретно вот те древляне и поляне которые действительно были такие народности а как форма мышления установлена вот он утверждает что мы все с вами либо поляне либо древляне и это как бы идёт от того каким образом развивался род ну в данном случае этих славян действительно в конечном итоге по Черепанову поляне захватили можно так сказать запад то есть это западная территория а древляне остались на восточных территориях и характерность поведения в том что поляне всё время хотят уничтожить лес свести лес и на его месте создать эти поля эти поля культивировать ну и создать искусственные можно так сказать земли искусстве природу и если мы посмотрим на эту теорию издалека из древности то мы увидим как действительно она исторически развивается как действительно разрастается полянство постепенно по земле и сокращается постепенно древлянство и как психология полян начинает охватывать древлян или дух полян если мы посмотрим на этот дух то этот дух всё время можно так сказать противоприродный он искусственный действительно дух Каина который мы с вами видим в Библии очень соответствует полянскому духу это через Каина дети Каины стали архитекторами стали строителями и так далее и тому подобное то есть они таким образом преобразовывали земли они таким образом как бы доказывают своё преимущество перед Богом перед природой возьмём от природы всё помните это же это же полянская теория что весь мир мы возьмём и преображуем его значит разрушим до основания а затем что а затем сделаем некий такой вот другой мир в котором главным средством существования станет что поле станет земля и всё остальное и поэтому когда Джузеф Боррель говорит о том что у нас тут сад а там вот джунгли и таким образом он даёт посыл что джунгли то надо преобразовывать мы то вот лучше а джунгли то хуже они к нам хотят но на самом деле мы можем туда прийти и это вот типичная психология полян которая распространяется полянами много-много веков а то и тысяч лет по всей земле и она в последние столетия настолько стала агрессивна что мы видим преобразование земли и вот это расширение полянства в огромных масштабах и с огромным ущербом для человечества а так Субтитры создавал DimaTorzok